Методики калмыковых, то есть тема прямого эфира, ответы на вопросы по применению методики калмыковых, как вам хочется спросить, что узнать и все что важно узнавайте прямо сейчас, как вы двигаетесь, возможно вам что-то нужно подсказать, как-то нужно вас направить, чтобы ваше движение было намного эффективнее, сильнее, чтобы вы чувствовали поддержку мою сейчас. Поэтому задавайте вопросы именно на тему оздоровления по нашей методике. Какие есть вопросы? Буду ждать, а пока расскажу, что наша методика основана только на травах, на маслах, на кореньях, ягодах, ничего другого, никакие бадники, баночки, таблеточки, пилюлечки мы не назначаем, применяем только растительные средства и то, что человек может собрать сам, либо купить качественные травы, либо в нашем магазине, либо у травников и заварить, то есть понюхать, впустить в траву свою энергетику, потрогать их, помять руками, подышать с ними вместе, запустить свои добрые мысли в эти травы, залить водой, прочувствовать, опять же, все ароматы, как оно будет воздействовать на тело, а хочется ли телу этих трав, приема этих трав. И вот это работает самым сильным образом, самым эффективным способом воздействует не только на ваше физическое тело, но у каждой травы есть своя вибрация, свое настроение, своя энергетика, которую нам передала Вселенная, Земля, Матушка, и вы, конечно, это можете использовать для себя, для того, чтобы не только оздоровить физическое тело, но и напитаться, а женская энергия, это очень важно для женского тела, чтобы была подпитка именно травами, поэтому мы с супругом травники и работаем с людьми только вот такими вот способами. Вижу ваши вопросы, давайте буду сразу отвечать, иду по порядку, уже не перелистываю, а кто задает вопросы, так по порядку и отвечаю. Какие продукты и масла принимать для роста волос? Так, для роста волос у меня есть пост, но вообще очень здорово, если вы почистите кишечник и печень, это самое важное. Дальше, какие продукты для роста волос? Замасливание прекрасно работает, то есть качественные, хорошие растительные масла, если будете использовать, то, конечно, состояние ваших волос будет улучшаться, они будут гуще, они будут быстрее расти, но это, понимаете, внутренние процессы. Для того, чтобы качественно усвоилась вся пища, вам нужно подготовить базу, основу в своем теле, чтобы прием всего из продуктов происходил максимально качественно, да, и чтобы вы получали пользу, чтобы эти продукты самые полезные не проходили вот транзитом, вот понятно, да, куда, а оставались в вашем теле, питали вас и, соответственно, давали много сил и энергии, и не только волосам, но и в общем состоянии здоровья. Поэтому перед тем, как говорить, какие продукты, поработайте с кишечником, улучшайте всасываемость кишечника, чтобы не было малибсорбации, чтобы продукты действительно действовали. Дальше, кремниевую воду, вот применяйте, у меня есть пост тоже по поводу кремниевой воды, применяйте, она потрясающе работает, просто я выставляла недавно сторис, где девушки рассказывали, что действительно кремниевая вода, вот пропили, и волосы стали лучше расти, особенно это касается кормящих мам. То есть вы берете травы, допустим, медуница, либо математича, или крапива, либо хвощ полевой, какую-то из этих трав, но хвощ полевой, если есть особенности с почками, вот будьте с ним очень аккуратны. Берете чайную ложку травы на литр воды, можно прохладной, она у вас настоялась несколько часов, помешивая постоянно, и принимаете в течение дня вот эту траву. Либо можете, это органика, она принимается телом легче всего, но есть неорганика, если вы берете кремниевую воду, делаете из глины, глиняную воду, чайную ложку белой глины, либо глины каолин на стакан воды, вернее, на литр воды тоже разводите, но есть вероятность, она действует лучше, чем трава, быстрее восстанавливает, но, опять же, если есть особенности с почками, вот тоже с кремниевой водой из глины, вот аккуратно, да. Так, это основное, в принципе, да. А маски для волос, маски, конечно, это, в принципе, любые масла подходят, и эфирные масла тоже хорошо работают, и в первую очередь розмарин, мне нравится, если добавлять в масла, либо в базовое масло. Касторка потрясающе работает, но если вы пили касторку, то вы, наверное, уже не сможете нанести ее на волосы. Так, Светочка, подскажите, пожалуйста, в какой фазе лучше начинать чистку травами, благодарю. Вообще, если вы запускаете чистку, сначала перед самой чисткой организма вы должны напитать свое тело максимально ягодами, травами, опять же, зеленью, соками, для того, чтобы ваша чистка прошла эффективнее. И на растущую луну лучше это делать. Но есть моменты, когда на убывающую луну лучше начать. Вот однозначно сказать сложно. Вот мы, например, антипорезитарный детский курс начинаем с убывающей луны, это будет кусочек убывающей луны, но для того, чтобы почистить, там будет максимальная рекомендация, чтобы почистить кишечник. А дальше будет у нас период оздоровления с антипорезитарными программами и будет растущая луна. И вот там вот будет воздействие для того, чтобы напитать, дать силы, и только потом ребенок будет активнее оздоравливаться. Сказать у вас в вашем случае, вот не могу на 100%, но я знаю, что в любой фазе луны, если человек запускает очищение, оно в любом случае работает очень хорошо. То есть прямо вот так подстраиваться под фазу луны, если вы чувствуете сейчас, да, тело говорит хочу, хочу процессы очищения, хочется вот этой легкости, то почему ждать времени, когда, в принципе, и перехочется. Откликайтесь сейчас. Как методика воздействует на щитовидку? Наша методика, она помогает восстановить органы, неважно, какие органы, щитовидка, поджелудочная, надпочечники, неважно. Главное, что травы подбираются именно на работу щитовидки. Но перед тем, как работать с щитовидкой, нужно поработать с печенью, чтобы печень давала пригормоны, вещества, которые восстанавливают функции щитовидной железы. И только потом воздействуют травами на щитовидку. Если вы сразу начнете пить травы для щитовидки, и вот эти вот все йод, продукты, оно не сработает, не сработает, к сожалению. И почему так много вот таких противоречивых мнений, что кому-то травы помогают, кому-то не помогают, потому что как люди подходят к оздоровлению щитовидки? Если правильно, последовательно, кишечник, печень, а потом щитовидка, то класс, результаты получают хорошие. Если вот с бухты-барахты решили, ну, попью-ка травы на щитовидку, для щитовидки, ну, результат, он будет очень такой, либо его не будет, да, либо будет совсем мизерный. Поэтому в зависимости от анализов, конечно, подбираются травы. Вопросы, Света, после чистки кишечника пошел зуд ниже колен, чешется до крови, особенно икры и лодыжки. Что это? Два года питания без мяса, рыба и яйца, благодарю. Яна, это ваша лимфа, и нужно заниматься лимфатической системой своей. Хотя бы растирать стопы, вот как я рассказывала в видео для детей, но это можно применять и для взрослых. Дальше, вот между пальчиками ноги вы растираете верхнюю сторону, да, свои ноги, растираете от пальчиков наверх к колену, от пальчиков к колену. И тем самым у вас уже ток лимфы будет немножко улучшаться. Но однозначно сборы трав для очищения лимфы вам нужно обязательно это пропивать. Плюс, скорее всего, есть активность бактерий в лимфатической системе, что дает вот такой вот зуд. Смотрите, что происходит. Вы начинаете чесать кожу, тем самым вы делаете себе массаж. То есть это неплохо, да, если так рассудить. То есть если останавливать зуд, то, в принципе, и оздоравливающие эффекты. Не получайте того, какой вы получаете, когда чешете ноги. Это не значит, что, да, я понимаю, что это некомфортно. Да, крови особенно, когда расчесываете, это очень дискомфорт большой. Соответственно, выберите другое направление. Также, тот же массаж, только иначе, чтобы разогнать лимфу. Ваше тело подсказывает, что нужен массаж, местный массаж воздействия. Либо сходите на хороший массаж, кто делает именно лимфодренажный массаж. Вам это очень нужно сейчас. И параллельно очищайте кишечник еще. Так, тема эфира, применение методики калмыковых и все нюансы, все вопросы, которые могут возникнуть по ходу работы с нашей методикой. Я, к сожалению, я не знаю, почему, у меня телефон не записывает, не включается даже вот это вот окошечко, где можно писать комментарии. Поэтому я не могу сохранить эфир, постараюсь, конечно. Конечно, не все от меня всегда зависит, но я буду стараться, плохое слово стараться. Я сделаю так, чтобы эфир сохранился, если на то будут силы, силы внешние. Добрый день, из-за частой голодания сбился гормональный фон, стало часто переедать, порой очень сложно контролировать свой аппетит, а также увеличилась щитовидка. Что подскажете делать? Я понимаю, что происходит, скорее всего, и вес у вас набирается на ровном месте, якобы на ровном месте. Но, конечно, гормональный сбой произошел. Большой вопрос, как вы выходите из голодания, что вы делаете в перерывах между голоданием, что вами движет, когда вы входите в голод. Голодание не всегда. И какие у вас голодания? Если это однодневные голодания, а перед этим вы думаете, ну, завтра все равно голод, наемся, вот, все равно завтра поголодаю. Вот эти вот процессы, они, вот знаете, расшатывают настолько гормональный систем, что действительно потом сложно восстановиться. Вам, если вы чувствуете, что голод вам в чем-то помогает, но не можете разобраться, что именно происходит, то лучше почистите организм, опять же, кишечник и печень, и это будет более действенно. Во-первых, вы подготовите себе базу для дальнейшего восстановления гормонального фона. Нужно понимать, что у вас, кроме щитовидки. Если щитовидка уже дала какой-то сбой, то однозначно есть особенности с кишечником, а следовательно и с репродуктивной системой. Однозначно есть какие-то, вот, это закон, это вот такая последовательность. Сначала кишечник нагружается, потом откликаются органы женской репродуктивной системы, а только потом эндокринные органы и щитовидка в том числе. И вот для оздоровления вам именно по этому пути нужно пройти. Будете работать с кишечником, с печенью, проявится ваша особенность с репродуктивной системой, обязательно покажется. И с ней нужно поработать. А бывает, что если вот начальная стадия ухудшения состояния щитовидки, то как раз-таки кишечник, печень сделали, и щитовидка автоматически самостоятельно восстанавливается, потому что вы даете много сил организму. Если этого не произошло, конечно, травы для щитовидки нужно пить. Я писала пост про то, какие травы можно использовать. В принципе, да, можете это применять. Но, но, помните, да, последовательность, это очень важно. Во время грудного скармливания можно пропить, пропить чистку, или лучше отложить на потом. Да, можно, конечно, делать чистки во время грудного скармливания можно, особенно если малышек у вас там 4-5 месяцев уже, да, вполне можно. А если после года, то, то особенно, уже как по полной программе все можно. Конечно, если бы про антипаразитарку, то кара осины, она не токсична. Вот как полынь, да, если взять полынь, и действия полыни, и кара осины. Полынь, она вызывает такую агрессивную гибель паразитов, и что ведет к токсическому состоянию в теле, что может попадать в кровь, да, вот эти токсины, и, соответственно, в молочко с ребеночком. Кара осина намного мягче воздействует, и больше воздействует на потомство паразитов. То есть, можете начать с кары осины, принимать, вот как в посте написала. Если бы в общем прочистку, то очень хорошо работает сначала, опять же, чистка кишечника, тмин с кориандром прекрасно, и ребенок заодно почистится, потому что так или иначе тмин с кориандром попадают в молочко, и ребенку это тоже попадает, и пищеварительная система его тоже оздоравливается. Можете, да, конечно, а если есть какие-то особенности, запорчики там у ребенка, либо вздутие животика, тмин, кориандром с петрушкой, можете сами пить, и по чайной ложечке заваренных настоев вот этих давайте ребеночку. На потом отложить, почему на потом отложить? Ну, однозначно, на потом отложить, это вот не вариант, потому что это здоровье вашего ребенка, понимаете? То, что вы едите, то, что есть в вашем организме, из всего этого формируется молочко, в каком состоянии ваша лимфа и ваша кровь, ваша селезенка в том числе, и, соответственно, вы это все передаете своему ребенку. И я вам могу дать гарантию, когда мамы очищают свой организм, если у ребенка, допустим, диатез, какие-либо особенности тоже с кожей, со сном, со стулом, мама очищает свой организм, и автоматически на ребенке это очень хорошо сказывается. Масса примеров. Я уже не один год работаю с кормящими мамами, сама все прошла, потому что у меня четверо детей, и поэтому все это знаю, вот как никто другой. Если тошнит на этапе подготовки, значит, нужно желчегонные травы пить. На этапе подготовки к чему? Желчегонные травы. Если тошнота, конечно, желчегонные травы вы можете пить и продавливать сфинктер оде, область печени, желчного пузыря, конечно, да. Ну, нужно понимать, с чем связана тошнота. Возможно, 12-перстная кишка воспалена, что вызывает чувство тошноты. Вот, нужно разбираться. Ферментированные травы не подходят? Мороженые ягоды. К чему? Для чего не подходят? И какие именно травы? Замороженные ягоды. Я не против замороженных ягод. Это, если вы не фанат сыроедения, да не на 100% сыроедение и длительное-длительное время, то замороженные ягоды, особенно если вы используете шоковую заморозку, то она, в принципе, шоковая заморозка сохраняет структуру молекулы, больше пользы в ягодах. Почему нет? Даже сейчас современный холодильник есть с этой функцией, шоковой заморозки. Ну, и есть много торговых марок, которые замораживают ягоды. Именно вот такой технологии. Поэтому применять можно. Пользы много получите. Так, здравствуйте. Я оплатила курс для антипроцесса. Ответ на... Ответила на форму оплаты, да? Что дальше? Не получила никакого ответа. Смотрите, я сегодня только утром всем отправляла, кто оплатил, и вечером еще раз проверю. То есть у меня нет возможности постоянно контролировать, постоянно проверять, каждый час, допустим, проверять форму оплаты, но утром и вечером я это делаю. Не переживайте. Обязательно, если форму оплаты заполнили, то я обязательно проверю и вышлю все. Так что вот все будет хорошо. Светлана, если нет шрота расторопши, можно жмых расторопши? И сколько в сравнении со шротом принимать? Да, так подождите, шрот расторопши это и есть жмых, либо вы имеете в виду перемолотых семян. Жмых и шрот расторопши это одно и то же, а если вы берете семена расторопши, перемалываете их в порошок, то вы можете принимать их чуть-чуть больше. То есть главное больше клетчатки, чтобы было. Перемолотые семена принимаются больше, чем шрота расторопши. Вот прям вот берете столовую, если столовая ложка, то с горкой такой большой. Почему нужно чистить печень после кишечника антипаразитарной программы? Потому что, смотрите, вы работаете через кровь, оздоравливаете свой организм за счет антипаразитарной программы. Да, кишечник вы очищаете не через кровь, да, напрямую, но если антипаразитарные горькие травы пьете, вы воздействуете на кровь в первую очередь, которая разносится по всем органам и действует как антипаразитарный эффект. И куда скидывается это все? В прямую кишку, вернее, в кишечник, и дальше из кишечника вот эти токсины, они могут обратно попадать в кровь за счет всасываемости. Если у вас стул особенно нерегулярный, то всасываются вот эти токсины обратно в кровь. Кровь ухудшает свою формулу. Вот это однозначно так есть. Если затруднен процесс дефекации, если очень мощная, сильная очистка произошла, отсюда и различные симптомы интоксикации можно замечать. И что проходит? Кровь, она обязательно проходит печень, обязательно фильтруется, якобы фильтруется, да, печенью. И вот как раз-таки, проходя через печень, многое там оседает. И печень нужно чистить за счет того, чтобы улучшить, во-первых, отток желчи. Даже не потому, что кровь нужно прочистить, а для того, чтобы включить свои природные антипаразитарные программы. А это хорошее выделение желчи. Если печень не справляется, если она перегружена вот этими токсинами, которые попадают с кровяным током, то выделять желчь просто нет ни сил, ни возможностей, ни ресурсов. И природных антипаразитарных программ вы не получаете. Вот этой текучей желчи, которая горькая, которая вот как смазочная, как смазка работает для всех суставов, питает волосы, ногти, кожу нашу питает. Соответственно, печень нужно обязательно чистить именно по этим причинам. Чтобы снять интоксикацию, чтобы снять нагрузку с печени, чтобы улучшить ток желчи, улучшить усвояемость продуктов, расщепление продуктов, обработка ферментами, в той же желчи находятся ферменты. И тем самым вы будете получать, вы будете избавляться от дефицитов, вы будете получать больше пользы от той пищи, которую вы принимаете. Светлана, после смузи из зелени и киви с яблоками, семенами льна и чия выступил дерматоз на руках, что это чистка или непереносимость. Ну, смотрите, вы как-то много намешали. И зелень, и киви, и яблоко, и семена чия, и семена льна. Все, вот многовато, да? Если вы хотите максимум эффекта, то лучше меньше компонентов, но опять же, работать с кишечником, и опять же, больше, чаще пить эти смузи с разным составом. Например, я бы сделала зелень, яблоко и семена льна, допустим. Взбили и выпили. Дальше. Проступило. Что, почему проступило? Вот любые высыпания, да, чешется кожа, краснота появляется. Почему это происходит? Потому что ваш кишечник не справился с выведением токсинов. Вы запустили определенную чистку, потому что, в принципе, вот этот коктейль, он достаточно сильный по своей очищающей способности. Запустилась чистка, но кишечник не способен вывести эти токсины. И самый быстрый способ вывести это через кожу, через самый большой наш орган. Соответственно, как только вы сейчас запустите очищение кишечника, все снимется, вот эти все симптомы уйдут. Поэтому, как только вы начинаете, вот всем, ко всем сейчас обращаюсь, как только вы начинаете оздоравливать свое пищеварительное, вернее, менять свое питание, нужно начинать с оздоровления пищеварительной системы. Тем самым восприимчивость вот этого перехода на другое питание, либо просто введение новых продуктов, новых блюд, будет намного качественнее, лучше, и не будет вызывать вот таких вот состояний интоксикации, которые у вас наблюдаются. Но это не значит, что продукты виноваты, да. Вам просто нужно помочь телу почистить кишечник, чтобы оно работало, чтобы оно мягче реагировало на продукты, которые ощелачивают, очищают организм. Здравствуйте, что значит во время сухого однодневного голодания твердая правая сторона живет при пальпации? Ну, смотрите, что значит. Это печень и желчный пузырь в напряжении. Если вы будете проводить висцеральный массаж самостоятельно, ляжете на спину, чуть-чуть коленки согнули, и продавливаете эту область, она будет болезненна, скорее всего. Ну, не сама печень болит, а именно вот эта вот оболочка печени. И желчный пузырь тоже, скорее всего, будет болезненный. Продавливайте, продолжайте продавливать. Вот смотрите, чувствуете больно, да, не до боли такой вот что-то изнуряющей, но все равно продавливайте, дышите, расслабляйтесь, чувствуете, что вот в одной области легче стало, переходите на другую, потом снова возвращаетесь там, где болело, и вот такие вот челночные состояния тоже очень хорошо. Дальше. Если сложно, не понимаете, что там, как давить, если боитесь продавливать, а продавливать лучше либо тремя, либо четырьмя пальцами, вот так вот прям глубоко вдавливать в живот. Но, если страшно, берите мяч, обычный мяч, футбольный, волейбольный, ложитесь на него и прокатывайтесь, живот полностью прокатывайте, тоже хороший такой массаж живота. И готовьтесь к сухому голоданию своему, готовьтесь. Опять же, я не знаю, как вы входите в голод, как вы работаете с кишечником. В идеале, конечно, пить желчегонные травы перед голодом, почистить кишечник, намного легче вам будет. Если это однодневный, в принципе, допустим, вот за 3-4 дня до однодневного голода вы начинаете пить тмин с кориандром и желчегонные травы. Вот вы сразу почувствуете, какой эффект от голода, как легко и как комфортнее вам его проживать. Давайте, попробуйте. Можно принимать тмин с кориандром петрушкой беременным? Ни в коем случае петрушку беременным не принимаем. К тмин с кориандром, да, замечательно, можете применять, а петрушку не включайте в состав. Пожалуйста, потому что семена и корень петрушки действительно могут там какую-то часть абортивной свойствами обладать, но это не доказано. Но я в своей работе с беременными не беру на себя эту ответственность и не ввожу. Я могу полынь использовать, горькую полынь с беременными, но только не семена петрушки. Можно утром шрот расторопши, потом тройчатку. Так, шрот расторопши, тройчатка, желчегонные травы, литр. В течение дня вечером пижму вместе с полынью, тмин с кориандром и ложечку масла расторопши. Ох, у вас такой прям состав! Да, можно... Вы так серьезно занялись своим состоянием. Да, можно, но откликайтесь на состояние своего тела. Послушайте его, когда оно вам скажет, что все, хватит. Не переусердствуйте. Девушки, дорогие, у вас не должно быть вот такой вот галочки в голове, что я должна, да, чиститься, а вот я вот грязная, да, вот все нужно вычистить до идеала. Да какой? Нет, конечно. Вы, ваша задача создать все условия, чтобы вам было хорошо. Как вот здесь хорошо, так и в... Так, что произошло с моим телефоном? Это даст вам возможность не фокусироваться, не забирать свою женскую энергию, не фокусироваться на мужской вот этой аскезе, не вводить мужскую энергию очень сильно, не расхолаживать себя, сохранять вот эту очень мягкость, чуткость к своему телу, бережное отношение, то есть не позволяйте себя запутать. Ваше тело, вам главное помочь восстановить органы, вот пусть даже маленькими шажочками. Вы вот чуть-чуть что-то сделали, хорошо, пожили в этом состоянии, почувствовали, а как тело говорит, а что оно, как оно себя ведет, а что оно ощущает. Дальше еще что-то сделали, снова почувствовали, да, хочется усилить, вот как у вас, допустим, да, хочу. Сделали, пожили, потом промежуточек, сделали отдых, почувствовали, какие изменения, подстроились под эти изменения, и только потом снова понимаете, либо вам, да, стоит остановиться и вообще ничего не делать, либо дальше хочется, хочется, а не нужно, должна и так далее, да. Союрала, а собирала свою пижму в агусе, сейчас она не особо горькая, спустя 5 месяцев так и должно быть. Ну, бывает такое, как хранили, если, может быть, она выдохлась просто, бывает тоже такое. Ну, своя, в любом случае, вы энергетику свою складывали, так что я думаю, что можно применять. Подумала, что чистку отложить до окончания грудного скармливания, потому что считала, что токсины при выходе из организма пойдут в молоко, а теперь понятно стало. Замечательно, я очень рада. Вот это вот, да, распространенный миф, что токсины пойдут в молоко, и ребенку будет плохо. А как ребенок до этого жил, да, а токсины мамины состояния тела никак на него не влияло. Все сбрасывается в канализационную, нашу трубу в кишечник, и выводится, и намного легче, и маме, это нужно прочувствовать просто, и маме, и ребенку хорошо. Какие травы и средства могут помочь укрепить волосы, ускорить их рост? Это уже был вопрос. Чем вылечить аллергию взрослого и ребенка, поделитесь, пожалуйста. Смотрите, любой вид аллергии, это то, это, во-первых, дырявый кишечник, да, все знают, и попадание в кровь тех веществ, которые там не должны быть. Соответственно, в крови формируются антитела, и, соответственно, выводят это, опять же, через кожу, потому что самый быстро доступный способ из крови вывести аллерген. Соответственно, вот вам налицо аллергия. Что делать? Убирать вот эти продукты, которые вызывают аллергию? Нет, конечно. Работать с кишечником. Самая важная, самая первая ваша задача. Поработали с кишечником, восстановили целостность стенки кишечника, убрали активность паразитов, которые дают, вот эти вот гнилистые процессы, которые раздражают стенку кишечника, дают определенное воспаление, и на фоне воспаления происходит вот такое вот продырявливание, можно сказать, кишечника. То есть, ваша задача работать с антипризарками и с кишечником. Это очень сильно поможет. Но у взрослого бывает еще с аллергией, вот дают определенные результаты, это все хорошо, но самое сильное, именно чистка печени помогает. Потому что, опять же, антипризарная программа включается хорошая в виде желчи, потому что стенки кишечника лучше оздоравливаются, когда вы пробиваете хорошие, качественные желчегонные травы, когда вы работаете именно с желчным. Поэтому вот это направление следуйте ему. Спасибо за ответ, спасибо вам тоже. Лучше есть орехи или масла из них? Смотря чего вы хотите добиться. В принципе, я не против ни орехов, ни масел, поэтому что вам хочется? Масла хорошие, качественные, которые выдавлены без контакта железа на дубовом деревянном прессе? Прекрасно, почему нет? Так, этот вопрос, давайте последний вопрос, и у меня, я убегаю, у меня сегодня занятие по танцам снова. Здравствуйте, диагноз расширенной вены в малом тазу, полип, эндометрия, как лечить? Работать, опять же, кишечник, печень, печень, потому что работает, вы косвенно влияете на состояние вены, дальше, работать с мышцами малого таза, поднимать органы, скорее всего, есть опущение, небольшое, либо почек, либо маточки, и если есть полипы, то вот сделайте кишечник, антипризитарка, печень, и дальше обязательно войти в голод. Полипы потрясающие, они самостоятельно уходят, если вы входите в голодание. Голодание не всем рекомендую, не обязательно, но вам, в вашем случае, да, с полипами голод работает, и на выходе из голода пропить гормональные травы. Вот, вот, класс, вот это вот будет самая, самодействующая программа. И вот пару месяцев пропьете потом гормональные травы, которые восстанавливают ваш гормональный фон, и, ну, это, в принципе, я часто работала с такими состояниями, и она быстро уходит. Девушки, замечательные мои, хорошие, я вынуждена с вами прощаться, завершать прямой эфир, 30 минут пробежали, встречаемся с вами во вторник, в 13 по Москве, и я буду снова отвечать на ваши вопросы. Благодарю всех за активность, за ваше участие, за ваше желание что-то узнать, двигаться, и я восхищаюсь вами, потому что вы много делаете для себя, и вы заботитесь о себе, вы создаете вот такое вот очень теплое пространство вокруг себя. Всего доброго вам! Спасибо.